Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу сообщить, что сегодня мы в третий раз открываем наш ковид-центр и выделяем для этого самые лучшие мощности нашего университета. Мы отдаем корпус, в котором есть два компьютерных томографа, МРТ, ангиографы. В общем, все койки оснащены кислородом, есть мощная реанимация, есть отделение СИПАП-терапии. И, честно говоря, уже в третий раз мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Прекрасно подготовленный персонал и максимально готовы выложиться для того, чтобы оказывать помощь при этой тяжелой инфекции. Но, с другой стороны, я всем хочу сказать, что одними медицинскими силами мы никак не преодолеем эту эпидемию. Понимаете, здесь обязательно нужно навстречу идти, создавая популяционный иммунитет. И тот, кто не хочет это делать через прививку, он очень рискует и ставит, так сказать, играет в рулетку, русскую рулетку с этой болезнью. И у меня большая просьба, так сказать, прививайтесь, потому что тот, кто не прививается, тот, по сути дела, не только рискует сам, но еще создает почву для того, чтобы эпидемия продолжала распространяться. И в этом смысле я хочу сказать, что очень много моих друзей и знакомых за рубежом в очередь стоят за вакциной, и при этом они разводят руками и думают, почему в России есть такое количество людей, сомневающихся в эффективности и безопасности прививок. Я хочу сказать, что я убежден, что очень много отрицательной информации, умышленно распространяющейся через социальные сети. По сути дела, создается волна, замедляющая, так сказать, волну вакцинации в нашей стране и, по сути дела, обеспечивающая возникновение третьей. А если мы не ускоримся сейчас с вакцинацией, я вас уверяю, будет и четвертая, и пятая, и шестая волна. Поэтому мы готовы, мы все будем делать, но только вместе мы сможем победить эту беду. Субтитры создавал DimaTorzok